Токоприемник локомотива должен обеспечивать съем токовых нагрузок в соответствии с действующими нормативами по вертикальному и горизонтальному габаритам положения контактного провода, необходимую поперечную жесткость соответствовать требованиям к силе нажатия. В нашем фильме специалист локомотивного депо Сверловск-Пассажирский расскажет и покажет, как проводить осмотр. Здравствуйте. ТО2 у нас начинается при ремонте и осмотре токоприемника. Во-первых, осматриваем токоприемник визуально. Визуально осматриваем так, чтобы на штангах не было прожога, мяти не более 5 мм, не было трещин на шарнирах. Они были закреплены, подшипники. Проверяем шунты, чтобы не более 20% был обрыв жил, чтобы они не были горелые. И проверяем крепление шунтов. Осматриваем шарниры, сочленение. Тягу проверяем, чтобы был ход. Посмотрим, чтобы были зашплинтованы. Стали шайбы. Шплинты разжаты. Также тут посмотрим шунты и клыжи. Второе. Осматриваем лыжу, которая должна быть не прогнута, на ней не должны быть прожоги. Смотрим, чтобы была залита не более 50% выкрашения было. Осматриваем толщину прокладок, которая должна быть не более 2,5 мм по всей длине. Также осматриваем шунты, осматриваем шарниры, чтобы на шарнирах тоже не было трещин. Также смотрим шунты таким же образом. Сейчас также смотрится примерно его сканер, работа, чтобы не было заедания. И осматриваем все та же с одной стороны, осматриваем с другой стороны. Также осмотрим те же шунты, диры, чтобы не было... Смотрим стаканы, работа стаканов, чтобы они замыкались. Осматриваем также все эти шунты. И все проверяем шарниры. Чтобы зазор между шарниров не более 2 мм. И чтобы они не скрипели, и слушать, смотреть об отшипнике, чтобы они не сломаны были. Также осмотрим все шунты. Та же маленько проверяем на качение. Следующим этапом мы поднимаем только приемник. Сразу же проверяем его на подъем. Он должен до полностью подняться за 5,5 секунд. Тут же осматриваем высоту подъема. Для этого у нас есть специальная штанга, которая ставится. И после подъема мы поставляем штангу, которая у нас есть отметина. Что только приемник должен поднят быть. На 2,440. И его полностью опускание. Ну, чтобы доходило до рабочей высоты положения. Если он стоит, там ничего не заедает, так все нормально. Вот, не идет никаких зазоров, ничего нет. Нормально. Проверили высоту. Следующим этапом мы снимаем кожух, чтобы посмотреть внутреннюю пружину. И проверить, что там были та же шарниры. Прикрепление шланга. Чтоб он не дул. Осматриваем его. Чтоб тут не было затиров. Осматриваем шарниры. Чтоб они были с обоих сторон зашплинтованы. Шайбочки стояли. Также была смазка. Смотрим пружину. Чтоб она была без трещин. Также смотрим тягу. Тоже, чтоб она была без трещин. Нормально выгнута. И осматриваем крепление воздуха. Чтоб воздух не пропускал к цилиндру. Чтоб не было утечки воздуха. Чтоб шланг был. Целый. Осматриваем шток цилиндра. Чтоб он был выходил. Так же, чтобы он без затиров, без зажимов. И смотрим крепление тяги. При проверке нажатия на контактный провод первым проверяется динамометр. Его вес 1 килограмм. Токоприемник ровно, без рывков, опускается до рабочей высоты. Затем проверяется на подъем. На опускание в летнее время усилие должно быть 10 кгс. Если работа подъемного механизма плохая, то надо отрегулировать сжатие пружины. Для этого расконтрогаивается регулировочный болт. И если нажатие больше нормы, то пружину сжимаем. Если меньше, то разжимаем регулировочным болтом. И снова проверяем на опускание подъем. Следующим этапом проверяется время подъема и опускания токоприемника. 5-7 секунд для опускания. 7-12 секунд для подъема. Устанавливаем кожух обратно. Следя за тем, чтобы он был хорошо закреплен. Чтобы во время движения его не сбросило, не поломало токоприемник. После установки проверяется, чтобы токоприемник не задевал кожух. Чтобы было достаточное расстояние. Высота в опущенном состоянии должна быть не больше 580 мм. Токоприемник в норме и готов к работе. По результатам осмотра с представителем ЭЧЕ составляется акт с записью характеристик. Летом осмотр проводится раз в квартал, а зимой раз в месяц. Субтитры создавал DimaTorzok